МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 мая вся Россия отмечала 74-ю годовщину Великой Победы, самого, наверное, главного праздника в нашей стране, оплаченного кровью миллионов наших соотечественников, и от этого более великого, торжественного и скорбного. Черкесские празднования началось рано утром с торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» и мемориалу-памятнику воинам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Почтить память воинов, сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной, пришли глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов, члены республиканского правительства, офицеры гарнизона, представители общественных организаций и молодежь. Жители главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова с праздником Победы поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Своей огромной, нравственной, вдохновляющей силой этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны. Он навеки вписан в судьбу каждой российской семьи, каждого человека. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, отстоявших родную землю от врага, искренне гордиться тем, что являемся наследниками великих традиций самоотверженного служения Отечеству, завещанных нам ветеранами, говорится в поздравлении президента Российской Федерации. Поздравительную телеграмму также направил и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который отметил, что сегодня память о победе всегда будет передаваться из поколения в поколение, и наша главная задача – сохранить самое ценное, что нам подарили фронтовики, мир и свободу, беречь Россию и совместно работать во имя ее процветания. Свои поздравления в адрес жителей республики прислали полпред президента ВСКФО Александр Матовников, руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Войно, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ну а массовые торжества, посвященные Дню Победы, начались в Черкесске с традиционного парада, в котором принимали участие бойцы и техника черкесского гарнизона. Ну и, конечно, тысячи жителей и гостей Коричаева Черкесии, собравшихся в этот день на главной площади республиканской столицы. По официальным данным, митинг-парад собрал около 11 тысяч человек. Приветствую участников парада, Рашид Тимрезов поблагодарил всех собравшихся и особенно ветеранов за бессмертный подвиг, который они совершили. Сила и стойкость духа советских солдат навсегда останется в памяти благодарных потомков. Мы не имеем морального права забыть самоотверженный подвиг людей, которые сыной своей жизни подарили нам с вами мирное небо над головой. С особой гордостью мы сегодня говорим о наших земляках, которые внесли свой вклад в разгром фашистской Германии. Показали на фронтах Великой Отечественной войны не только ратную доблесть и верность воинскому долгу, но и истинный патриотизм, любовь к своему Отечеству, готовность отдать свои жизни ради мира и свободы родной земли. Далее к собравшимся обратился ветеран Великой Отечественной, узник фашистских концлагерей Георгий Мартиди. Дорогие земляки, пусть над нашей страной всегда будет мирное небо. Всех благ, счастья, радости, здоровья и долгих лет жизни. После завершения официальной части начался парад сил и средств черкесского гарнизона. Его открыла знаменная группа сотрудников пограничного управления ФСБ Российской Федерации. За ними проследовали бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады «Горная», парадный расчет отдельного радиотехнического узла распознавания космических объектов, отряды ОМОНа, СОБРа, Главного управления МЧС, отдела Федеральной службы исполнения наказаний, Республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. Завершали парады колонны отрядов юно-армейцев, штаба поста номер один и поискового отряда «Подвиг». Затем по площади проехала боевая техника, автомашины «Тигр», «КамАЗ» и бронетранспортеры Федеральной службы войск Национальной гвардии, а также спецмашины «Выстрел» отдела Федеральной службы исполнения наказаний. Это праздник гордости, праздник памяти, праздник веры в будущее. Вот что значит для меня этот праздник, который покрыт славой и горечью. Мой дед погиб под Москвой в декабре 41-го года. Эта гордость позволяет верить в наше будущее, в наше великое стране. Пройдя маршем по площади, парадные колонны не разошлись по домам. Впереди их ждала еще одна важная миссия. После парада тысячи жителей вернулись сюда, в Парк Победы, чтобы возложить цветы к вечному огню и отдать дань памяти миллионам, погибшим за независимость нашей Родины. Ну а после парада главный герой дня, ветеран Великой Отечественной, побывали на торжественном приеме у главы Карачаева Черкесии Рашиды Тимрезова. Евгений Мореев хорошо помнит каждые сутки на войне. И день, когда она началась, и день, когда по радио объявили о долгожданной победе. Он прошел по фронтовым дорогам от Москвы до Белоруссии, освобождая Прибалтику, Ригу и Варшаву. Был ранен, но вернулся в строй и продолжил сражаться. На его кителе сияет медаль за отвагу. Но, как говорит Евгений Николаевич, воевали не за награды, а за Родину, за мирное будущее для потомков. В бой был. Весь батальон погиб. Тысяча человек. Нас осталось 15 человек. И на всех написали похоронки. А оказалось, мы живы. А нас уже отпели, предали земле на Родине. Все. Мать Бобра кипавдала. И я еще воевал после похоронки полтора года. В честь Дня Победы глава региона Рашид Тимреза вручил шестерым ветеранам высшую награду Республики Орден за заслуги перед Корчаево-Черкесией за проявленный героизм, самоотверженность и большой вклад в дело защиты Отечества. У каждого из них была своя война и свой подвиг. Кто-то трудился в холодных цехах, кто-то сражался с врагом на фронте. Но победа у них была одна на всех. Вы навсегда наши герои-победители. Подвиг, совершенный вами, память о героизме, проявленном на фронтах Великой Отечественной войны, о напряженном и тяжелом труде в тылу навсегда останутся символом мужества и стойкости и будут жить в веках. Вы, наша гордость, пример для подражания вселенной духа, сплоченности и любви в Родине. Мы гордимся каждому из вас, всеми, кто, не счастлива своей жизни, оставил мир, свободу и независимость нашей страны. Ну а ровно в час дня в Черкесске стартовала народная акция «Бессмертный полк». Собравшая под знаменами победы 20 тысяч участников. Дети, взрослые, старики, в едином строю они несли тысячи портретов участников самой кровопролитной войны за всю историю человечества. Большинство ветеранов уже нет среди нас, но память об их героическом подвиге будет вечно жить в сердцах родных и близких. Надо передавать из уст в уста, рассказывать нашим детям, какой ценой завоевали наши отцы и деды нам победу, дорожить каждым днем, уметь дружить, уметь любить, уметь жить, как они жили. Потому что Родина – это как мать. Дороже ее нет. Сейчас мои сыновья находятся в Пензенской области, в поселке Сосновоборск. И там они несут три портрета. Его и других дедушек. Три портрета. Один танкист, другой пехотинец, орденоносец. И вот санинструктор раненых таскал с поля боя. За что и нарожден медалью за отвагу. В руках участников бессмертного полка не просто портреты. За каждым фото целая история и множество судеб, объединенных войной. Эти пожелтевшие от времени фотографии много лет хранились в семейных альбомах. Но в этот день герои, которые ковали на фронте победу, летчики, зенитчицы, пехотинцы, рядовые офицеры – сегодня они все равны. Это мой отец Уртенов Хусей Мирзабекович. Ушел на фронт и не вернулся. В 2008 году я искал, через 65 лет после его смерти, я нашел его могилу, братскую могилу, Калужской области города Суханичи. Это моя мать Уртенова Микагина Становна. Вот я их вместе монтаж сделал, вместе нашел. Я горжусь тем, что мой дед, прямой дед, он похоронен под Харьковом. До поры до времени он был как пропавший без вести. Но у него еще четыре брата остались на полях сражения. Их было пять человек, которые не вернулись с войны. С участниками акции в рядах бессмертного полка прошел и глава Карачаевой Черкисии Рашид Тимрезов. Для его семьи участие в акции уже стало традицией. Каждый год вместе с детьми они несут портреты своих предков-ветеранов, чтобы отдать им дань памяти и уважения. Я бы очень хотел, чтобы с каждым годом это все только увеличивалось. И ту связь поколений, она никогда не заканчивалась. А чего бы вы пожелали всем людям? Мира в этот день, в день Великой Победы. Мира и процветания нашей великой стране. Мы принесли портреты Тимрезова Султана Хамита Хамзатовича, Фетисова Ильи Антоновича и Каргмазова Джигафара Ахматовича. Мы часто вспоминаем о наших дедушках, которые воевали и отдали. И мы будем всегда чтить и помнить то, что они сделали, отдали свою жизнь для будущего поколения. Более 75 тысяч. Столько жителей Карачаева-Черкесии пронесли в этом году портреты своих ветеранов в рядах Бессмертного полка. Дружно-Малокарачаевский район также принял участие в торжествах. Многотысячное шествие прошло от памятника героям Великой Отечественной, а украсила его техника военных лет. Сотни школьников надели в этот день форму наподобие той, в которой воевали их деды. В ней они и пронесли портреты своих родственников в рядах Бессмертного полка. Участие в этой акции давно стало по-настоящему народной традицией. Прикубанский район встретил 9 мая в общем строю, в котором встали и ветераны, и юноармейцы, и военные. Митинг, шествие, военная техника. Эстафету всенародного праздника подхватила и станица Зеленчукская. Там в рядах юноармейцев прошли маршем около 500 ребят из 8 школ со всего района. Приподнятое праздничное настроение – одно из традиций 9 мая. В Адагихабльском районе за него отвечали юные хористы. Песни пели всем аулам. У высоких пейлопамгура, часовые родины стоят. Это уже кадры из поселка Иркин-Шахар. Там под звуки военных песен начали свое шествие в рядах Бессмертного полка жителей Ногайского района. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. День Победы – праздник поистине всенародный. Вот и маленькие жители из Жигутинского района прошли дружным строем на параде в честь 9 мая. Одеты они были в национальные наряды, а местные школьники провели небольшую просветительскую акцию. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. Это только часть ярких мероприятий, которые прошли в разных районах Карачао-Черкесии в этот день. Но самое главное – это не только праздничное настроение, но и память о тех годах и ветеранах, которые за нее воевали. В последние годы одним из символов Дня Победы по праву считаются импровизированные солдатские привалы с фронтовой кашей. В этом году полевые кухни ждали жителей и гостей Черкеска на Зеленом острове. В считанные минуты сотни порций фронтовой еды буквально разлетелись по рукам. Ведь всем без исключения интересен вкус каши, которую ели бойцы Великой Отечественной. Готовят знаменитую кашу вот в таких полевых кухнях. В такие котелки закладывают гречку, мясо и все это тушат. Кстати, чтобы накормить всех желающих на Зеленом острове, сегодня использовали 4 мешка крупы и 130 килограмм тушенки. За 30 минут вот в такой чудо-кухне можно приготовить каши аж на три сотни человек. А чтобы все это было намного вкуснее, готовят это на дровах. Сотни людей пришли в этот день на Зеленом остров не только ради каши, но и чтобы поделиться друг с другом рассказами о подвигах своих родственников, участников Великой Отечественной. Насколько известно было, как бабушка рассказывала, был снайпер, прошел всю войну, вот и до, как говорится. То есть от первого дня и до последнего. Информация, все по телевизору, семья, разговоры, альбомы, все фотографии, которые сохранились, ну, как говорится, по наследству от бабушки, ну, таким образом и передается. Народные гуляния продолжались до самого вечера. А вечером торжественную программу дня закрыл большой концерт на главной площади республиканской столицы. Насыщенная трехчасовая концертная программа не давала скучать, а песню военных лет поднимали дух и согревали сердца. На сцене выступали лучшие творческие коллективы и заслуженные артисты республики. А зрители дружно подпевали знаменитым хитам той эпохи и поздравляли всех с Великим Праздником. Праздник 9 мая – это радость и слезы, слезы о погибших. Радость то, что нам дана мирная жизнь на столько лет, 74 года. Прожили мы в мире, дай Бог, чтобы так все и сохранилось. Помимо песен военных лет, со сцены звучали и национальные композиции. К слову, для самих артиста выступать в столь знаковый для всей страны день особенно ответственно и почетно. Апогеем же всего вечера стал продолжительный и красочный салют. Праздник 9 мая – это праздник с седлою на висках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова